Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Релав-экспо-2017. В Чебоксарах начал работу форум производителей и потребителей электротехнического оборудования. Добровольцы в Сочи. Чувашии набирают волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи. Ястребы взлетели. Чебоксарская баскетбольная команда стала серебряным призером чемпионата России по баскетболу «Суперлиги-2». В Чебоксарах начал работу форум «Релав-экспо-2017». Он собрал производителей и потребителей электротехнического оборудования из России и других стран. Сегодня прошла международная научно-практическая конференция, а на площадке театра оперы и балета развернулась выставка инноваций. Большая часть экспонатов на этой выставке – новинки последних лет. На одном из крупнейших предприятий республики разработали специальную панель, контролирующую работу энергообъектов. Пока это образец, но в ближайшее время планируется начать серийный выпуск. То есть мы у себя уже на производстве пробовали, вся эта система работает. Ситуация сейчас вот такая, надо пройти с инфекцией. Министерство энергетики, у нас будут рабочие встречи, мы покажем. Значит, вот через Аврельки покажут новые разработки. Еще одно ноу-хау из Чебоксар – специальные датчики, с помощью которых возможно определить место обрыва проводов. Спрос на эту технику повышается, производителям поступают заказы и за рубежом. Повреждения надо находить, быстро устранять. Естественно, это очень здорово помогает. То есть когда мы точно показываем, что на какой-то там 221-й опоре произошло замыкание, и бригаду ремонтников нужно отправлять именно туда. Точечно. Да, уже координаты плюс-минус там 200 метров. А это технология будущего. Чебоксарские предприятия разрабатывают подстанции с интеллектом. Как будет работать цифровая система, имитируют на этом стенде. Для того, чтобы развить сомнения, что это у нас не муляж, мы отключаем вторую подсеть и видим, что у нас пропадают измерения у всех, скажем так, программ мониторинга. И я сразу же включу один из автоматов, потому что нужно какое-то время для восстановления по сети и для демонстрации того, что все-таки подсеть у нас сохраняется надежно. Цифровые тенденции, скажем, они надежны, они обеспечиваются, скажем так, этими производителями. Электроэнергетика страны на месте не стоит. Отрасль нуждается в инновациях, особенно на фоне импортозамещения. Релейная защита и автоматика должны стать более надежной. Это главная цель работы. Это не просто система мониторинга, это же система предотвращения технологических нарушений, минимизация времени восстановления энергоснабжения и все, что обеспечивает то слово, которое мы как энергетики должны обеспечить нашим потребителям. Надежное энергоснабжение. Мы со всем нашим интеллектуальным умением должны занять первую религирующую роль в этом процессе. Мы как Россети формируемые программы национального развития. Вот в декабре 2016 года мы утвердили очередную программу первой среди энергокомпаний. И одно из четырех направлений мы выделили, это цифровая подстанция. Это цифровая подстанция, которая направление включает в себя все. От разработки стандартов и заканчивая опытным внедрением тех иных образцов. По итогам форума РЛАФЭКСПО намерены определить дальнейшие пути развития отрасли. В Чебоксары приехали более 200 экспертов из 34 регионов страны. Гости говорят, что электротехника, которая выпускается в столице республики, способна конкурировать с импортной. Без создания единого кластера предприятий достичь такого результата было бы невозможно, считает Михаил Игнатьев. С учетом того, что государственная политика федерального центра, президента России направлена на то, чтобы товары под брендом «Сделано в России» получали дополнительный рынок, дополнительное стимулирование на территории Российской Федерации, это по факту получается. Огромная сетевая компания Россети сегодня покупает наши товары. Наши производители участвуют на конкурсах. Федеральная сетевая компания, «Газпром», «Ростнефть», «Транснефть» – они конкурируют сегодня на самом деле с мировыми компаниями. Форум «Релавэкспо» продлится три дня. Впереди десятки круглых столов и конференций. Не исключено, что по итогам выставки инноваций предприятия заключат новые контракты. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Чуваши и российские сети намерены расширять сотрудничество. О совместных проектах шла речь на рабочей встрече главы республики и члена правления акционерного общества. Предприятия электротехнического кластера Чебоксара будут и дальше участвовать в крупнейших инвестиционных проектах Россетей. Продукция Чуваши зарекомендовала себя во время строительства энергомоста в республике Крым, отмечает Роман Бердников. Самое главное, интересы у нас появляются. Это новые разработки, есть новые решения, которые соответствуют мировым трендам. Я искренне надеюсь, что дальше это будет развиваться. И мы вообще скоро уйдем от слов Сименс, АББ и все остальное. А станет только Экро, Бресл и еще другие предприятия. И то, что делается со стороны администрации, со стороны республики. Это процесс, который поддерживает идеологию и инициативу. Мы с основной сетей делаем все, чтобы это применять. Я уверен, что это идет вперед. Глава Чуваши отметил, что чебоксарские заводы готовы предложить заказчикам более 100 тысяч наименований электротехнической продукции. На рабочей встрече обсудили вопрос подготовки молодых специалистов. Первый заместитель генерального директора российских сетей оценил по достоинству систему непрерывного инженерного образования, которое сейчас внедряется в регионе. Предприятия кластера курируют профильные кафедры вузов и разрабатывают обучающие программы. Важная роль в системе готовки специалистов отводится межрегиональным центром компетенций. Мы вкладываем почти 500 миллионов рублей. И кроме этого наши учебные учреждения выиграли свои конкурсы еще 200 миллионов рублей. В общем, практически это 700 миллионов рублей. Огромные средства для нас, где будут создаваться площадки в учебных заведениях. И будут площадки создаваться в наших производствах. По закону народные избранники всех уровней обязаны предоставить сведения о собственных доходах, расходах и имуществе. Однако депутаты Канаша решили, что этот закон нарушает их права и отказались публиковать декларации в сети интернет. На это нарушение обратила внимание прокуратура и обязала народных избранников соблюдать законодательство. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. В 2015 году группа канашских депутатов 6-го городского собрания попыталась запретить публикацию в сети интернет сведения о своих доходах и имуществе. Депутаты мотивировали свой поступок нежеланием разглашать свои персональные данные, а также данные супругов и несовершеннолетних детей, ссылаясь на нормы законодательства. Прямо из федерального закона не следовала обязанность по публикации предоставленных сведений. И дело в том, что у нас есть еще помимо закона об общих принципах организации местного самоуправления, есть закон о персональных данных. И эти сведения, естественно, являются персональными данными и исключения могут быть только на уровне федерального закона. В июне прошлого года в ситуацию вмешалась Канашская межрайонная прокуратура, усмотрев в ней нарушение антикоррупционного законодательства. Она обратилась в районный суд с иском о бездействии администрации города Канаш, не разместившей в установленные сроки на официальном сайте сведения о доходах нескольких депутатов в горсобрание. Представители административного ответчика и депутаты исковые требования не признали и просили суд отказать в удовлетворении иска. Более того, в 2016 году депутаты отменили принятое ими же решение о порядке предоставления сведений о доходах и размещении их в сети интернет. Судом требования прокурора удовлетворены. Суд обязал администрацию города Канаш разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуниционной сети интернет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Шести депутатов в собрании депутатов в городе Канаш шестого созыва, а также их супругов и несчастливых детей. Депутаты вновь не согласились с решением суда и обратились с апелляцией уже в Верховный суд Чувашии. Судом второй инстанции в апелляции им было отказано. В адрес городского парламента было внесено представление в части отсутствия порядка предоставления сведений о доходах и размещении их в сети интернет, которое было удовлетворено на очередном заседании. Бизнес-класс для бизнесменов. Сегодня Сбербанк и Гугл запустили в Чувашии совместную обучающую программу. Она должна помочь простым горожанам открыть свой бизнес, а действующим предпринимателям выйти на новый уровень. Видео-уроки, вебинары, тестовые задания, встречи с опытными экспертами. Состоявшимся бизнесменам и тем, кто только начинает свое дело с нуля, предлагают выбрать курс с учетом их основных интересов и потребностей. Программа дает не только методологию и теоретические знания, а как раз то, что интересно, она в большей степени дает практические знания и практический опыт ведущих предпринимателей в отдельных отраслях. Всего организаторы планируют провести четыре очных мастер-класса. На них смогут попасть самые активные участники программы. Организатором проекта выступил Сбербанк, а программа реализуется при участии компании Google и поддержке правительства Республики Чувашия. В целом, малый бизнес развивается. У нас есть как финансовый инструмент поддержки, это гарантийный фонд, микрокредитование, гранды по первому взносу по лизингу, гранды на переснащение оборудованием. В этом году строятся, вы знаете, два индустриальных парка, где могут регистрироваться резиденты. Соответственно, в этом году мы уже ждем запуск новых производств. В целом, малый бизнес занимает треть ВАО регионального продукта, порядка треть занятых. Соответственно, есть положительная динамика налоговых поступлений. Я надеюсь, что наши предприниматели активно примут участие, зарегистрируются и, соответственно, пройдут обучение и получат новые знания для развития бизнеса и в целом для развития Республики. Занятия начнутся 19 июня, продлятся они 5 месяцев и будут абсолютно бесплатными для всех желающих. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. 11 человек на место. Такой конкурс не в ВУЗе, а в Чебоксарском волонтерском центре. На кону поездка на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в октябре этого года в Сочи. Накануне официально стартовала рекрутинговая кампания. Десятки вопросов. На все ответы не более 15 минут. Каждый кандидат в волонтеры проходит собеседование. Его проводят тремя способами. Личная встреча по скайпу или по телефону. Приветствуется знание языков, волонтерский опыт. Ахмед Ясин уже был волонтером у себя на родине в Израиле и в Германии. Теперь решил попробовать в России. Волонтерство для меня это очень важно. Потому что я когда приехал в Россию, мне помощь была нужна. И не очень много людей обратили внимание на это. Я сначала хотел бы поделиться опытом с разными людьми, с разными студентами. И конечно с разными культурами и нациями. Это очень здорово. То есть это большой бут для объединения нашей культуры и нации. В Чебоксарский волонтерский центр поступило около тысячи заявок. Почти половина из соседних регионов. Но попасть в команду волонтеров Всемирного фестиваля молодежи полдела. Впереди месяцы обучения. В Чебоксарах мы будем проводить ориентационный тренинг. Это тренинг, в рамках которого волонтерам будет рассказано больше о фестивале. А также система взаимодействия волонтеров с оргкомитетом. Также мы проведем тренинги на знакомство, на сплочение. Различные тренинги на обучение иностранным языкам. Рекрутинговую кампанию завершат 15 мая. А имена 50 волонтеров от Чувашии станут известны в начале июня. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Александр Петров, Республика. Году экологии в России была посвящена конференция «Национальная безопасность в экологической сфере. Проблемы теории и практики». На форум в Чувашский госуниверситет приехали ученые из 20 регионов России и трех стран. Выброс предприятиями вредных компонентов, попасное воздействие свалок, загрязнение воздуха автомобилями. Эти и другие вопросы обсуждали эксперты-экологи с мировым именем и студенты Чувашского университета. Хочу сказать, что в Чувашской республике проводится в последний год большая работа по улучшению металлогической обстановки. Достаточно сказать, что решен вопрос по революции пехтулинской так называемой свалки. Это между Чебоксарским и Чебоксарами. Сегодня есть завод у Чебоксарских по переборке отходов. С другой стороны, возникают другие вопросы, другие проблемы. Это регулировать тарифные политики так, чтобы это не легло применить на плечи населения. Здесь тоже надо найти правильный правовый механизм решения этих вопросов. Пристальное внимание, которое уделяется сохранению окружающей среды, выявило и ряд проблем законодательного характера. Привить чувство ответственности за экологическую безопасность планеты невозможно без участия юристов. Сказать, действительно, точно приехали только из девяти регионов России, из ведущих центров юридических. Это свидетельствует, конечно, о том, что проблема очень актуальна и люди заинтересованы в решении этой проблемы. Холодная погода апреля не позволяет коммунальщикам начать традиционные гидравлические испытания, чтобы подготовиться к будущему отопительному сезону. В Новочебоксарске завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписала исполняющая обязанности главы администрации города-спутника Ольга Чепрасова. Компании Т-Плюс рекомендовано прекратить подачу теплоносителей в систему отопления объектов города с 24 апреля. По общим же нормативам отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней остается на отметке не ниже плюс 8 градусов. А в Чебоксарах, наоборот, из-за похолодания отложили испытание теплосетей, для проведения которых потребовалось бы отключить горячую воду в жилых домах. Вместо 18-20 апреля работы назначены на 25-27. В столице республики открываются весенние сельхозярмарки с 22 апреля по 21 мая. Купить сельхозпродукцию можно будет на трех площадках. Ярмарки откроются в районе торговых комплексов Николаевский, Северная ярмарка и рядом с рынком по улице 324-й стрелковой дивизии. Горожане смогут приобрести качественную сельхозпродукцию, а также пассивной материал местного производства. Продлится месячник до 21 мая. Баскетбольный прорыв. Такого титула удостоился клуб «Чебоксарские ястребы» по итогам минувшего сезона. Городская команда завоевала серебро на чемпионате России по баскетболу «Суперлиги-2». Накануне с обладателями второго места встретились министр физкультуры и спорта Чувашии Сергей Шелтуков и глава администрации «Чебоксар» Алексей Ладыков. Второе место в чемпионате России – это, пожалуй, лучший результат «Чебоксарских команд». «Чебоксарские ястребы» за два года смогли поднять планку. В этом сезоне клуб сумел успешно завершить серию игр в плей-офф и впервые выйти в финал соревнований. В упорной борьбе в финале наша команда уступила сильному и опытному сопернику из Тамбова. Мы хотим продолжить работу совместно с Чебоксарскими, если бы радовать болельщиков, жителей города новыми победами. После заключительной игры все интересовались и задавали вопросы, что проиграли. Я всегда отвечал всем, отвечал, нет, не завоевали серебряные медали. Сейчас основная задача спортсменов – отдохнуть перед предстоящим сезоном, чтобы с новыми силами стартовать в следующем игровом году. Основная задача, которая стоит перед руководством клуба и перед премьерским составом – это сохранение состава команды, победного состава команды. Потому что из команды три человека признаны в номинации «Лучший защитник», «Лучший разыграющий» и «Лучший легкий форвард». А вот герои следующего репортажа пока только мечтают о российском Олимпе. Победителей определила школьная волейбольная лига. Сегодня состоялись финальные соревнования. Какие команды стали лучшими, узнавала наша съемочная группа. В активе ребят десятки спортивных встреч. Каждая из команд шла к финалу в течение полугода. Девушки и юноши соревновались отдельно, а между играми активно готовились. Четыре раза в неделю мы ходим в ХОК, в спортивный комплекс, занимаемся волейболом. Много узнали мы, выходя на тренировки, много увидели, кто как играет, районами, познакомились с новыми друзьями. Почти 16 тысяч учеников. Седьмой чемпионат школьной волейбольной лиги собрал участников со всех районов республики. Эта командная игра дает вам возможность формировать свой характер, как у девушек, так и юноши. Формировать командный идеал, мужество и волю к победе. В борьбе за первое место среди девушек встретились команды и Бресинской школы номер один, и Новочебоксарской 17-й школы. В упорной борьбе победу одержали представительницы города-спутника. Мы уже не первый год участвуем на подобных соревнованиях. Мы прошли все отборочные испытания в районах Чувашской республики. Мы поняли, что сельские команды достаточно хорошо подготовлены, у них есть силы удара, скорость. Тем не менее, мы выиграли. Среди юношей титул чемпионов школьной волейбольной лиги досталась ученикам Чебоксарской 61-й школы. Победителям вручили медали, кубки, дипломы и новенькие волейбольные мячи. Ну, удачу. Татьяна Леонтьева, Малевина Петрова, Андрей Шоклев, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Наши новости и программы можно смотреть на сайте ntrk21.ru, а также в соцсетях. Я, Ольга Панула, с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашия». А впереди вас ждет еще полезная информация. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова